В шотландском Глазго проходит 34-й чемпионат Европы по водным видам спорта. Одним из спортсменов, защищающих цвета российского триколора, стал наш земляк, чемпион мира по плаванию, воспитанник бассейна «Дельфин» Евгений Рылов. Именно при его участии наша сборная завоевала одну из первых золотых медалей. Сборная России в составе Евгения Рылова, Данила Изотова, Владимира Морозова и Климента Колесникова завоевала золотую медаль в эстафете 4 по 100 вольным стилем. При этом надо отметить, что в полуфинальном заплыве выступали совсем другие, более молодые спортсмены. Мы попросили прокомментировать ситуацию директора бассейна «Дельфин» Гульнару Романадзе, которая наблюдала за заплывом непосредственно в плавательном центре Глазго. На эстафете всегда стараются поставить ребят, можно так сказать, послабее утром плывут, а посильнее уже в финале. Там предварительно и финал идет. В финал уже попадают ребята сильнейшие, то есть те, которые лучшее время могут показать. А медаль получат все 8 человек. Чемпион мира Евгений Рылов открыл эстафету и сделал это очень уверенно, несмотря на то, что его главная специализация – плавание на спине. Техника с почти прямыми руками выглядела необычно, но она не сказалась на скорости. Своим соперникам из Германии и Венгрии Евгений уступил всего одну сотую долю секунды. Не подкачали и его коллеги по команде. После заплыва Данила Изотова россияне переместились на второе место, а Владимир Морозов оставил конкурентов далеко позади. Клименту Колесникову, чья основная специализация, как и у Рылова – плавание на спине, осталось только сохранить преимущество, что он и сделал. Колесников – сильный парень, хороший он. Он очень хороший. И мы так считаем, это единственный конкурент, который у нас здесь есть. Чемпионат Европы по водным видам спорта, который проходит в рамках Объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, продлится до 12 августа. В настоящий момент в медальном зачете сборная России является абсолютным лидером.